У, Э, И, И, А, О, У, Э, И, И Тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры, дискуссии. На две недели 370 старшеклассников из 26 регионов России станут настоящими журналистами, видеооператорами, монтажерами, радиоведущими, блогерами и контент-редакторами. Смена медиаппарат Всероссийского детского центра «Океан» проходит уже в юбилейный десятый раз. На нее приехали, как и обычно, победители конкурсного отбора по номинации фотография, видео, пресса, радио и анимация. Вот сейчас ребята участвуют во втором этапе и у них идет конкурс. Каждый день инфодетей расписан буквально по минутам и такая занятость их только радует. Некоторые даже отказываются прерваться на полдник, ведь здесь им отвечают на самые волнующие вопросы об их будущей профессии. Например, сегодня они показывали свои работы известному журналисту Борису Макарычеву. После совместного просмотра – замечание профессионала. Вы просто поймите, что репортаж, он заинтересован тогда, когда с первых кадров в нем есть что-то интересное. Борис Макарычев на медиаппарат приезжает с момента появления смены. И каждый раз работы ребят удивляют своим разнообразием, а особенно приятен свежий взгляд и выбор тем. И, конечно, смена для будущих специалистов очень актуальна. Есть люди, которые, пройдя школу «Океана» несколько раз, может быть, один, два, три раза, стали профессиональными журналистами. То есть, если говорить, где у них точка отчета, она вот здесь, в океане. Программа медиаппарата составлена по всем законам современной журналистики. Впервые в этом году ребята будут заниматься по новой системе. Модуль «Интерактивная среда» поможет им стать блогерами и грамотно размещать информационные посты. А здесь ребята монтируют, можно сказать, свои первые журналистские материалы. Для этого у них в распоряжении ультрасовременная техника. И, конечно, ребята с удовольствием используют эти новые возможности. Старшеклассники понимают, в работе, о которой они мечтают, практика на первом месте. И то, что они начинают осваивать журналистику, еще будучи школьниками, очень поможет им в будущем. Осознают и сложности творческой профессии, но готовы и дальше идти к своей цели. С каждым годом становится все больше и больше это нравится по поводу еще того, что езжу на разные форумы. Я хочу рассказывать не то, что важно только для меня, а то, что важно в принципе для людей. Возьмем, к примеру, критику. Критика, она уместна в этом плане, потому что без критики нет того, что ты хочешь получить. Журналисты сейчас, наверное, они не так востребованы, как, может быть, были когда-то ранее. Поэтому, а после того, что, возможно, потом не смогу найти себе работу. Мало буду находиться с семьей, может быть, ни праздники, ни рождения для меня пропадут из календаря, потому что работа будет важнее. Я к этому готов и куда без этого. Но школьникам пока еще рано переживать из-за минусов любимой профессии, ведь в ближайшем будущем их ждут интересные встречи, информационный марафон и медиабульвар, где старшеклассники смогут побыть радиоведущими, проявить свои редакторские способности и испытать все сложности работы диктора на телевидении. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на восьмом. 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 Новости на вось